Приветствую всех, с вами НьюСолдат, и сегодня вы узнаете, какое оружие запрещено для использования в современной войне. Давайте вспомним, когда же возникла сама идея ограничения войны и ее влияние на солдат и граждан. 24 апреля 1863 года, еще во времена Американской гражданской войны, президент США Авраам Линкольн издал код Либера, инструкцию по правительству армии Соединенных Штатов и генеральный приказ номер 100. Код составляли 157 статей в 10 разделах и охватывали все, начиная от военного положения к лечению дезертиров, женщин, военнопленных, партизан, разведчиков, шпионов, заканчивая обменом пленными, белыми флагами, грабежами на поле боя и убийствами. Самое главное, что код определял, как должно проходить лечение военнопленных, повстанцев и уважения к человеческой жизни. Кодекс Либера был основным текстом для Гаагских конвенций 1899 и 1907 годов. Несмотря на то, что многие из положений Гаагских конвенций впоследствии были нарушены во время Первой мировой войны, конвенции до сих пор стоят в качестве стандарта для современных ограничений вооружений и соглашений в поведении на поле боя. Последующими соглашениями были Женевские конвенции 1925 и 1949, конвенция 1979 года о конкретных видах обычного оружия, конвенция о химическом оружии 1993 года, Оттавский договор 1997 года и конвенция о кассетных боеприпасах 2008 года. В результате более чем 150 лет договоров о контроле над вооружениями странам удалось изобрести, использовать, а впоследствии запретить оружие, предназначенное для удушения, калечения и убийства бойцов негуманными способами. Итак, начнем с отравляющих газов. Наверняка вам о них что-то рассказывали еще на уроках ОБЖ. На данный момент существует пять видов химических веществ, запрещенных для использования в военных действиях. Вещества общеядовитого действия являются токсичными и быстродействующими. Они абсорбируются в кровь и вызывают длинную мучительную смерть, как правило, от дыхательной недостаточности. Фазген и синильная кислота – вот два вида этого химического вещества. Далее следуют вещества кожно-нарывного действия, которые вызывают тяжелые химические ожоги кожи и глаз. Агенты кожно-нарывного действия, такие как горчичный газ, могут быть смертельными для человека, если их вдохнуть или проглотить. Нервные вещества, такие как ВИКС и ЗАРИН, разрушают нейротрансмиттеры в клетках человека, которые способствуют функционированию организма. Они могут воздействовать при вдыхании или просочиться сквозь кожу, вследствие чего жертвы медленно теряют контроль над своими телесными функциями, их конечности начинают невольно подергиваться и смертность вступает от дыхательной недостаточности. Отравляющие вещества удушающего действия препятствуют способности жертвы дышать, вызывая накопление жидкости в легких и в конечном итоге смерть в результате утопления. Следующей газновидностью запрещенного оружия являются необнаруживаемые элементы. На сегодняшний день Конвенция о конкретных видах обычного оружия запрещает использование неметаллических фрагментов в войне, потому что они не могут быть найдены с помощью рентгеновских лучей. Эти элементы вызывают ненужные страдания. Хирурги должны найти их в теле жертвы вручную. При этом сам пластик не запрещен в производстве оружия, но запрещено его использование в качестве основного элемента оружия. Следующий в нашем списке – наземные мины. Идея полного запрета противопехотных мин Конвенции 1979 года о конкретных видах обычного оружия закончилась провалом и привела к Катавскому договору, который и запретил их использование. Этот договор не распространяется на противотанковые мины, мины-ловушки и дистанционные мины. Стоит отметить, что предыдущие договоры требовали от противопехотных мин иметь возможность удаленной деактивации, чтобы они могли завершить работу по истечении определенного периода времени или быть удалены исполнителем по завершению конфликта. Перейдем к зажигательному оружию. Широкое применение напалма во время вооруженных конфликтов во Вьетнаме и в Корее вызвало значительный интерес к юридическим нормам, относящимся к зажигательному оружию в целом. Вопрос этот был затронут еще в 1868 году. В ГАГском проекте правил воздушной войны было установлено, что использование снарядов весом до 400 грамм является законным, если оно носит оборонительный характер. Постепенно зажигательное оружие получило такое большое развитие, что заняло видное место в иерархии современных вооружений, в особенности напалм. Возможно, вы удивитесь, но использование оружия, предназначенного только для сжигания или поджога больших территорий, которые могут быть полны граждан, также запрещены. Сопрет охватывает фактическое пламя, тепло или химические реакции, так что это ограничивает применение огнеметов, напалма и белого фосфора. Далее в нашем списке ослепляющее лазерное оружие. Что же включает в себя ограничения касаемо этого вида оружия, спросите вы? Ответ на этот вопрос краток – любой лазер, что вызывает постоянную слепоту. Но что, если лазер спорно привел к слепоте? В этом случае за это не будут нести ответственность. На сегодняшний день наиболее известной моделью мобильного ослепляющего устройства можно назвать американскую лазерную винтовку Dazzler Fasser, которая была создана по заказу Министерства обороны США. Помимо непосредственно ослепляющего действия, она может нанести человеку и очень серьезные ожоги, пусть и не ведущие к летальным последствиям. Оружие используется для временного ослепления и дезориентации противника. Его прототипом послужило лазерное оружие Dazzler, которое англичане использовали для ослепления аргентинских летчиков во время войны за Фолкленде. Следующий пункт – разрывные боеприпасы. О них вы, наверное, тоже наслышаны. Давайте разберемся, что они из себя представляют. С технической точки зрения это пули, которые легко разрываются или сплющиваются в человеческом теле, разработанные англичанами в Индии во время Гаагской конвенции в 1899 году. В Санкт-Петербурге в 1868 году была принята декларация, которая запретила использование в армиях европейских стран снарядов менее 400 граммов, которые имеют свойство взрывчатости или снаряжены ударным или горючим составом. Сначала этот запрет распространялся только на участвующие страны, однако со временем стал обязательным для всех стран. Сегодня этот запрет охватывает разрывные пули. А теперь затронем довольно любопытный вид оружия под названием «отравленные пули». Самое раннее соглашение, заключенное между Священной Римской империей и Францией о запрете использования отравленных пуль, относится к середине 17 века. Еще один вид запрещенного ныне оружия – это кассетная бомба. Такая бомба выпускает ряд снарядов, чтобы наносить повреждения и персоналу, и транспортным средствам. Конвенция о кассетных боеприпасах 2008 года запретила это по двум причинам. Во-первых, они имеют радиус действия на большой территории и не различают мирных граждан и солдат. Во-вторых, кассетные боеприпасы оставляют большое количество опасных неразорвавшихся боеприпасов. И, наконец, биологическое оружие. Конвенция о биологическом оружии 1972 года была первым договором о полном запрете целого класса оружия. Он запрещает разработку, производство и накопление запасов биологического и токсичного оружия, хотя и не имеет никакого руководящего органа для обеспечения соблюдения требований. Вот как это произошло. Биологическое оружие является одним из самых старых видов оружия массового уничтожения, использованных человеком. Монголы бросали гниющие тела над городскими стенами осадок Кафы еще в 1343-м и распространяли болезни и инфекции по всему городу. Таким образом, мы определили 9 видов оружия, которые запрещены для использования в современных войнах. Надеюсь, этот выпуск был полезен для вас и вам интересны другие подобные видео, которые вы сможете найти на нашем канале. Подписывайтесь, ставьте лайки и рассказывайте о нас своим друзьям. А также не забывайте оставлять под видео свои комментарии и делиться информацией о запрещенных видах оружия, которая не была упомянута в данном выпуске. Что ж, спасибо за внимание и до новых встреч, дорогие друзья!